ВИДНОВСКОГО МЕТАЛЛУРГ Сейчас решается, кто в дальнейшем будет лидером чемпионата этого года. Некоторые игроки Колоса входят в состав сборной России по мотоболу, а как известно, ее костяк Металлург и его тренеры. Основные тактики и приемы сопернику были заранее известны, и они их не стеснялись применять, что усложнило игру видновчанам. В конце второго периода ипатовцам удалось немного отыграться, завершился он со счетом 2-1. В сборной вместе тренируемся на сборах. В принципе, все друг друга знают от и до, все тонкости. Но у нас есть много чего нового заготовок. Мы потихонечку их применяем, прикатываемся к новому полю. Упор Металлург делает на защиту. Основные игроки в этой роли Владимир Сосницкий и Иван Кристофа. После каждого периода инструктаж главного тренера. В этот раз на стадионе было много людей. Поддержка болельщиков придает спортсменам уверенности. Металлургу не так просто, как обычно бывает. Но все равно мы верим в свою победу и мы победим. Это единственный соперник на данный момент, который дает бой Металлургу. Потому что игра вообще интересная, конечно. Но я думаю, что Металлург победит. Я думаю, счет будет где-то 5-1 точно. Ошибся на один гол. За всю игру Колосу удалось дважды попасть в ворота видновчан. Итог 5-2. Металлург продолжает подтверждать звание лучшего мотобольного клуба страны. Юлия Погасян, Александр Логин, Екатерина Довлятова. Видно ТВ.